МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северной Верхоянский Улус. Вторые игры в 2000 году принял Хангаласский Улус. Соревнование проходило по 16 видам спорта, 6 из которых были олимпийские. Также провели состязания спортивных семей. В 2003 году третьи игры прошли в Тампонском Улусе. Приняли участие более 700 спортсменов. Четвертые спортивные игры народов Якутии в 2006 году были проведены в Сунтарской земле. Хозяевами пятых игр в 2010 году стали алекминцы. По 15 видам спорта честь своих команд защищали около 800 человек. В том году в играх участвовали спортсмены из 34 Улусов. Шестые игры пять лет назад состоялись в Намском Улусе. Тогда приняло участие рекордное количество более 2000 спортсменов. Летом прошлого года игры должны были состояться в Амге, но из-за разрушительного паводка их перенесли на 2019 год. Нынче спортсмены будут состязаться в 16 видах спорта, в том числе впервые в игры включили адаптивные виды. Ожидается, что в турнире примут участие более 2,5 тысяч спортсменов и тренеров. Также мероприятия посетят почетные гости из других регионов. Всего в Амгинском Улусе ожидают приезд 15 тысяч гостей и участников. В течение двух недель хранители огня пробежали 765 километров. Прокелоносцы передали огонь молодым спортсменам Амги. Группа прибыла на площадь Славы, где их встретил живой коридор волонтеров и скандинавов. Мы очень долго ждали этих игр. Сегодня принимаем огонь с 7 спортивных игр. И, конечно, все наше население, наши Улусы очень счастливы. Благодаря спортивным играм к нам приходит развитие. Для марафонца Дмитрия Горохова это не первая эстафета. Он руководил эстафетой огня четырех международных спортивных игр «Дети Азии», спортивных игр народов Якутии и игр «Манчары». Мы за 14 дней дознали покоя. Огонь северный горел. Мы балансируем вообще-то. Участие приняли очень активно. Мастера спорта, активисты республики. И свои миссии выполнили очень отлично. Я им благодарен. Опытный факелоносец подошел к делу с большим энтузиазмом. Также он принял участие в создании самого атрибута. Эскиз факела придумал сам марафонец, руководитель группы Дмитрий Горохов. Как вы видите, факел в виде сарданы длиною в 65 сантиметров символизирует амгу, собственно, где будут проходить седьмые спортивные игры народов Якутии. Эстафета огня уже на финишной прямой. Во время торжественного открытия пройдет и главное событие спортивных игр – церемония зажжения чаши. Столица седьмых спортивных игр «Амгинский Улус» полностью готова принять участников соревнований. А именно 33 команды, а это ни много ни мало, 2716 спортсменов и еще тысячи болельщиков и гостей со всех уголков нашей необъятной. В общей сложности гостеприимная «Амга» будет принимать у себя более 3,5 тысяч участников. Это считая спортсменов и тренеров. Для них специальная комиссия организовала все необходимое. Также со спортсменами будут работать волонтеры и работники образования района. Они и будут обеспечивать комфортное пребывание гостей в «Амге». Располагаться все участники соревнований будут в 31 точке. В основном – это образовательные учреждения. Мы пищеблоки полностью осуществили «Амга». За эти два года мы приобрели оборудование где-то порядка на 12 миллионов. Раскладушки сегодня подготовили. Для комфортного пребывания участников все усилия предложены и весь план выполнен. Команда из Нирингри прибыла в «Амгу» вчера утром одними из первых. Рамиль Рагимов, Надежда Нирингри по настольному теннису – первые в «Амге». Спортсмен очень доволен красотой природы, радушием жителей и особенно рад тому, как их встретили. Очень нам понравилось заселение, гостеприимство. Сразу с первых шагов нас уже встретили на пороге добрыми, теплыми словами. Действительно так, чтобы было сразу просто заметно. Потом начался очень крутой завтрак. Это обширное, разнообразное меню. Я, короче, очень сильно наелся, очень сильно нам понравилось. И все круто. Все на высшем уровне. Ежедневный рацион спортсменов значительно отличается от стандартного меню обычного человека. Регулярные интенсивные тренировки и соревнования требуют физической и психоэмоциональной выносливости. Поэтому правильное питание играет огромную роль. Для участников спортивных игр Якутии разработано специальное меню. И предлагать им будут все самое свежее. Спортсмены очень овощи любят. Помидоры, огурцы. Насчет фруктов не знаю, сейчас на ужин не посмотрим. И еще сухую смесь, например, очень хорошо берут. На завтрак они предпочитают кофе, чем чай. И компот очень хорошо даже берут. И супы очень хорошо берут вообще. Прям на улет уходят. Как следует отдохнув с дороги, спортсмены уже через несколько часов начнут бороться за звание победителя. Как они будут соревноваться за место в пьедестале, покажут главные телеканалы Якутии. НВК Саха, Мамонт, Якутия-24. А также дневники седьмых спортивных игр народов Якутии. Роман Савинов, Семен Афанасьев. Новый день. Амга. Баскетболисты вступили в борьбу за награды. Все матчи проходят в новом спортивном зале в селе Чопчелган, в трех километрах от села Амга. Лидерами состязаний среди женщин считаются команды из города Якутска, Намского, Хангаласского, Вилюйского улусов. Среди мужчин команды из Якутска, Нейрингри, Хангаласского и Ленского районов. Программа первого игрового дня началась с матча между женскими командами Сунтарского улуса и Сахастуденческого спортивного союза. С отрывом в 10 очков победу одержали сунтарские девушки. Сильнейшим и опытнейшим игроком команды является Эвелина Васильева. Это уже ее четвертые игры народов Якутии. Это моя четвертая спартакеада. Первый раз участвовала в третьем году, в 2000-м, настольный теннис и играла в волейбол. Ну там, да, два вида. Сейчас тоже играю, настольный теннис и баскетбол. Более брутальный мужской турнир по баскетболу открылся матчем между сборными Ленского района и Горного улуса. Ленчане, занимающие лидирующие позиции в баскетболе, предсказуемо обыграли спортсменов из Горного улуса со счетом 67-32. Игра нормальная, динамичная. Команда Горного, я не знаю, честно. Ну, хорошие ребята борются, бегают, прыгают. Молодцы. Всего групповая стадия первенства по баскетболу в рамках седьмых спортивных игр народов Якутии включает в себя 19 баскетбольных поединков. Они пройдут в течение двух дней. В третий соревновательный день начнутся игры плей-офф. О развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. Виолетта Засимова, Илья Сарамятников. Новый день. ОМГА. Открыли групповой этап соревнований команды Оленекского и Усть-Алданского районов. Последние, к слову, одни из сильнейших в республике. Однако первая игра у фаворитов не задалась. Результат 2-1 в пользу оленекских спортсменов. Показали, что мы готовы. Хоть мы из Оленька, но мы тренировались, готовились и выиграли очень сильную команду центральную. Мы сами из севера, из далекого района, можно сказать. Но мы показали, что мы умеем играть в футбол. Повлиял ли на исход встречи тот факт, что размеры зала меньше обычных или другая немаловажная черта, как линолеумное покрытие вместо привычного паркета. Но, во всяком случае, эти особенности уравнивают шансы участников. Ход противостояний может измениться в любой момент. В составе команд только сильнейшие футболисты. Звездный игрок Усть Алтанцев Афанасий Федоров. В составе команды Алмаз Алроса в этом году он завоевал звание чемпиона России. Мерлинский клуб играл в высшей лиге ассоциации мини-футбола страны, но 1 июня команда была реорганизована. Позвонили, что сборы будут. Уже сразу прилетел после чемпионата и потом домой съездил. Потом сразу начались сборы. Месяц уже сборы были. Главные соперники сейчас у нас мирные, завтра. Должны обязательно выиграть. Ни в коем случае ни ничья, ни проигрыш, только победа. В групповом этапе участники по результатам жеребьевки были распределены на 4 группы. В каждой по 3 команды. Усть Алтанцы и Оленекцы вошли в группу А. Их третий соперник и еще один традиционный лидер турниров. Команда Мирлинского района. В ее составе также заявлены игроки Алмаз Алроса. Во второй день соревнований они противостоят команде своего соратника Федорова. Группа Г или как ее еще называют группа смерти. Здесь собрались самые сильнейшие участники игр. Это сборные команды Дерингринского, Алтанского и Ленского районов. И на самом деле то место, где я прямо сейчас стою, оно не самая безопасная точка. Потому что мяч проносится по залу на бешеной скорости, из одной половины на другую. И определить у кого явное преимущество пока довольно сложно. Команды просто обмениваются голами, отправляя мяч то в одни, то в другие ворота. А в это время зал не затихает ни на минуту. Порадуют любители мини-футбола и сборная Якутска. В ее составе сыграет член Самарского Динамо, бронзовый призер Суперлиги чемпионата России Никита Евтушенко. Ребята есть и опытные, есть молодые. Так что посмотрим. Я думаю, кто постарше помогут, ребятам помоложе. Но будем стараться, будем стараться играть и показывать красивый футбол. Больше ставку сделали на молодежь. Но будем все равно стараться показать хороший футбол и занять как можно лучшее место и призовое место. Делать прогнозы пока рано. Впереди еще один день группового этапа. В четверть финал по его итогам выйдут четыре сильнейшие команды. Победитель группы А встретится с лидером группы Г. Сильнейшие в группе Б сойдутся с победителем группы В. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев. Новый день АМГА. Хозяйка игры АМГА давно славится своими волейболистами. Именно они открыли сегодняшнюю игру, сыграв против сборной из Нерингре. Нерингринская коса нашла на Амгинский камень. Итог игры 3-1. Хозяева положили первую победу в свою копилку. Как говорят специалисты, сборная АМГИ в числе фаворитов на этих играх. И команда сумела это доказать. На встрече с нерингринцами подача за подачей. Очки падали в корзину хозяев. По сравнению с предыдущими соревнованиями, руководство команды на эти игры собрало весьма руслых спортсменов. И это, несомненно, сказалось на исход матча. А вообще, если говорить о соревнованиях, по классическому волейболу, по протоколу должны были участвовать 12 женских и столько же мужских команд. Но сборная Алмазной столицы не смогла приехать на игры. Оставшиеся 11 команд практически равносильные. Поэтому встречи обещают быть весьма зрелищными. Команды разбиты на 4 группы. Там по 3 команды играют в каждой группе. Игры сегодня начались. Первая игра у мужчин Азеева в упорной борьбе выиграли у команды нерингринга 3-1. И сейчас идет игра в Татинске-Алекминске. Там тоже очень упорная игра идет. Вторыми на поле вышли сборные Татты и Алекминска. Это было что-то. Зал гремел. Первую партию с трудом сумела выиграть команда из Алекминска. Хотя команды шли до конца на равных. Вторую и третью партии таттинцы уверенно записали себе. Казалось бы, все. Вот оно. Победа в руках у Татты. Но четвертая партия переломила ход игры. Команда Татты допустила слишком много ошибок. За что и поплатилась. Четвертая и пятая партии ушли к Алекминсам. Итог матча 3-2. Алекминск уверенно шагнул вперед. Ну, как сказать. Мы собрались. Собрались духом. Как-никак тренировались. И вот так. В конце пятой партии мы собрались и выиграли. А вообще-то на сколько трудно? Трудно. Пять партий. Игры слишком долгие. Поэтому еще у нас сегодня вторая игра. Надо уже на второй игру настраивать. Соревнования по классическому волейболу в многофункционально-спортивном зале АМГИ будут продолжаться вплоть до 7 июля. О результатах которых мы будем рассказывать вам в следующих выпусках. Талисман на Олимпийских играх появился в виде лыжника Шут во Франции в 1968 году. Далее пошли красный ягуар, такса, вальди, вобр, амик, медвежонок, Миша и другие персонажи. Ну а впервые триада появилась в Сиднее в 2000 году. Как мы знаем, в Якутии крупные спортивные соревнования не проходят без талисманов. Итак, давайте познакомиться. Здравствуйте. Левопастерство началось в Сангинской слободы 347 лет тому назад. Поэтому вполне закономерно, что пшеница является основным персонажем и представляет спорт номер один в Якутии в вольную борьбу. Ах, а липто вкусный. Мы отправили объявления и они внутри группы тоже разбирались вот эти предложения и номинования на стадион Олимпийский. Нынче полевых цветов, а в том числе лилий, много, значит, ожидаем урожайный год на ягоды. Два бренда амгинского улуса, земляника и сардана, получили роль боксера и волейболиста. Основные наши объемные конструкции, фигуры талисманов сегодня будут, буквально сегодня будут установлены на главной арене наших мероприятий. Это на стадионе «Амма Олимп». Ну а королеву спорта легкую атлетику представляет капелька, символизирующая красавицу Амгу одну из жемчужин Якутии. Дополнительно заказали памятный настольный жетон с эмблемой игр и фигурки всех символов. Миссия талисмана – отразить дух игр, принести удачу спортсменам и накалить праздничную атмосферу. До главного старта остается один день. Амга, спорт, дрожьба. Ликвиана Егорова, Семен Афанасьев, Амга. Те сильные три года с 1881 по 84 в Амге хлеб насущный писатель добывал своими руками. Занимался хлебопашеством, косил сено, научился управлять лошадьми. Всякая работа у него спорилась. Все делал чисто, аккуратно и даже изящно. Уставая от тяжелой физической работы, Короленко отдыхал на Ямалахском утесе, который теперь известен как Гора Короленко. Мы находимся в пяти километрах от Амги на легендарной горе Короленко. Именно здесь известный писатель любил отдыхать и вдохновляться красивейшими просторами амгинской природы. Исключительно большую роль в жизни писателя сыграла его встреча с неизвестным Якутом здесь, на Ямалахском утесе. Якут рассказывал легенду о происхождении своего родного второго чакырского наслега. Это была легенда о двух братьях – добром и злом. После этой встречи Владимир Галактионович понял, что делом его жизни должна стать литература. Именно в Амге он окреп и сложился как писатель. Вот почему Амгу называют родиной писательской славы Короленко. Здесь он любил отдыхать. Приезжал с Амги и любил отдыхать. Скорее всего, он приезжал на лошади. Сидел здесь, может быть, вспоминал свою родину, вспоминал своих близких. Видел это. Какие-то у него мысли были философские. Конечно, смотря на всю эту красоту, действительно, тот, кто умеет что-то писать, у него, наверное, из-под его пера. Выходят такие вот очень красивые строки. Якутская ссылка дала Короленко богатый материал для творческой деятельности. Долгими зимними вечерами он писал свои первые рассказы, самым ярким из которых стал «Сон Макара». Короленко оставила себе добрую память. Его именем в Амге названы школа, библиотека, музей и улица.